всем привет друзья слушайте сегодня хочу вас немножко повеселить о том я тут вам рассказывала такие серьезные грустные вещи моменту море надо нам перейти на какую-то позитивную ноту я сегодня вам расскажу немного то что вспомнила смешного давно не рассказывала ничего такого смешного ну вот давайте вспомним во первых меня конечно радует иногда очень мои подписчики которые мне пишут а вы его от галина давайте-ка каждый день снимайте видео потому что мы скучаем без ваших видео вот каждый день пожалуйста нам снимайте но вы знаете я очень была бы рада каждый день снимать но такую производительность это только может иметь андрей караулов вы смотрите его канал андрея караулова вот у него каждый час новое видео но у него там слава богу работает очень много журналистов он там много чего читает по бумажке а много чего он берет из своих старых каких-то архивов так что конечно мне за ним не угнаться но это я так просто в шутку вот говорю а еще вот я когда вам показываю как я еду по дороге и использую лево с левую сторону а не правую а потому что англия же она у нас во всем специфическая даже здесь вот все используют правую сторону для движения англия используют левую сторону для движения так вот мне говорят и как вы научились и как вывод с ума не сходите как у вас голова не болит да вы знаете голова то нет не болит когда я еду я уже привыкла слава богу по прямой так вообще очень легко главное если вдруг перекрестки там можно немножко подзапутаться но ничего а вот и рассказывала вам по моему нет как я однажды нужно было мне ехать вот сюда куда я сейчас еду ну и я конечно же как как обычный российский гражданин я встала с этой стороны ждать автобуса и очень долго я его ждала пока наконец я не не взяла себя в толк что я стою не с той стороны что мне надо перейти на другую сторону чтобы автобуса ждать вот такие вот да такие казусы случались со мной бывало у нас сегодня среда 26 мая и вы знаете погода немножко стала получше сегодня у нас плюс 15 было до этого вообще 12 вы знаете месяц май вот не задался дожди идут и ветер свищет просто невозможная погода очень плохая ну да ладно ничего надеюсь что все пройдет и будет опять у нас тепло и хорошо здесь же в общем то чем мне нравится английская погода здесь не сильной жары не бывает не сильного холода не бывает вот таких вот на серьезных перепадов температуры тоже не бывает но вот крутится вокруг плюс 20 и это очень очень хорошо да вот что касается моего ремонта друзья немножко вас посвящу и в эту тему пока еду расскажу вы знаете к сожалению к большому то что мы договорились и я вам рассказывала что с 24 числа вот с понедельника два дня назад должен был прийти ко мне газовый мастер по установке всех труб радиаторов бойлера вот он должен был начать работу с понедельника такой уважительный такой приятный мужчина такой знаете очень тихий вот мне очень нравится мужчина вот такие знаете не какие-то непорывистые а вот именно он такой от него веет знаете такой вот какой-то уверенностью вот похож даже этим чем-то на мартина моего мартин меня сразил тем что он всегда был спокоен просто как удав вот мне порой этого не хватает и вы знаете отвлекаюсь отвлекаюсь на дороге на дороге конечно что-то рассказывать это может быть чревато ну да ладно я продолжу так вот вы знаете я сижу жду по жду уже двадцать четвертого числа практически мебель всю стала двигать и вдруг мне приходит смс к от этого мужчины его звали зовут ли интересное имя вот и он мне пишет извините галина но я не могу начать работу у меня большая проблема я тут вот делал отопление за лес на лестницу и упал с лестнице так неудачно что поранил себе бог и вот сейчас я в больнице ничего не могу извините простите все представляете я вообще в таком шоке в такой панике я тоже думала что уже все у меня я когда начала искать этих всех работников то я ко мне приходили я позаписала нашла там массу телефонов я весь день потратила всем перезвонила потом они мне назначили у них же это все них не просто так каждый назначает через день через два через три прийти посмотреть вот я все это как бы прошла и стратила целую неделю когда нашла этого ли самой лучшей ценой он запросил 4000 фунтов я в общем-то обрадовалась потому что как вы знаете прошлый раз мне предлагали всем с половиной ну вот и остальные там тоже предлагали кто пять кто шесть кто шесть 500 но вот он предложил 4 я согласилась и представляете как вот он меня я так расстроилась я начала ему перезванивать он трубку не берет я думаю ну вообще вот вы знаете думаю да что ж такое на меня вот именно ладно бы англичане они же как-то легко это все разруливают но мне почему так если это правда что он поранился то почему он именно поранился перед тем как ко мне идти делать работу да что же это такое подумала я ну и короче ладно я в общем то написала раз он трубку не берет но я ему написала что надеюсь что у вас там все хорошо но вы же меня так подвели что же мне теперь делать ну и он говорит я вам пришлю другого другого вот прислал мне другого тот другой пришел парень молодой но у него нет айди вот этот вот айди сейф газ сертификат то есть именно бумага которая требуется для работ вот этих с газом с бойлером а у этого парня нет ну вот не знаю друзья все у меня застопорилась вот мне вот так вот не повезло завтра с утра по новой открываю нахожу все телефоны опять начинаю звонить встречаться и искать так ну вот ничего себе посмотрите слева похороны мне на пути специально замедлила для вас вот она машина катафалк и возле церкви стоит наверное привезли отпевать покойника хотя это крайне редко бывает вот я то вообще первый раз вижу ну ничего себе вообще-то мне повезло вот это позитивчик называется я даже забыла о чем я вам вообще говорила ну друзья за рулем конечно что-то рассказывать постоянно отвлекаешься я не могу но вот последняя попытка рассказать вам хотя бы какую-то маленькую одну историю вот я хочу вспомнить знаете был такой тоже очень интересный случай у меня когда я еще работала в москве опять же и это было когда я собиралась уже ехать жану франсуа во францию мы же с ним там переписывались наверное с сентября месяца и до самого до декабря 4 месяца переписывались вот ну и за эти четыре месяца я конечно же во первых решила похудеть села на строгую диету и на я на самом деле я не была конечно такой уж толстой но были лишние килограммы я решила их убрать я тогда еще помню хотела себе и сделать уколы ботокса и чуть ли не зубы все там отбелить вот уже не говоря о том что там стрижку красивую все но привести себя полностью в порядок и конечно же гардероб думаю надо обновить гардероб ну и надо сказать что я-то сумела похудеть вы знаете тогда за два месяца на 12 килограмм это было очень здорово я вам даже нашла фотки той поры это мы в каннах это в монако все с жаном франсуа когда я была там это явница но посмотрите какая я здесь стройненькая это декабрь месяц вот эта фотография вообще анекдот ну я конечно же мимозу хотела сфотографировать но посмотрите какое у меня здесь лицо ни улыбочки ничего вы знаете как на портрете их разыскивает милиция ли как вперед к победе коммунизма я только потом уже стала понимать что в общем то надо как-то научиться улыбаться мы же вообще не умели тогда улыбаться вот я не помню может быть и показывала я вам эти фотографии ну вот кто не видел посмотрите еще раз это средиземное море мы с жаном франсуа посмотрите как тепло январь месяц я хочу еще раз подчеркнуть что вот бирюзовая вода это мы были в парке кактусов я рада каждой сейчас найденной фотографии потому что у меня фотографии было очень много но они все остались там в россии вот здесь вот приходится выискивать если найду какую-то новую я прям даже сама рада так вот продолжаю же я свою историю как я серьезно готовилась к встрече с жаном франсуа ну и понимаете сами вы конечно что для меня это было очень серьезно вот и я в общем то помимо того что я шикарно похудела ну зубы я конечно отбелила а вот уколы ботокса не стала делать мне помню моя дочка тогда сказала мама лучшая враг хорошего и зачем ты будешь что-то делать а вдруг что-нибудь не так а вдруг еще ты так прекрасно выглядишь зачем тебе эти уколы ботокса ну я ее и послушала ладно помимо внешности надо же еще гардероб обновить надо что-то купить такое интересное красивое а у нас тогда жили мы в возле метро новогиреева кто в москве живет наверное знает там у самого метро был такой огромный магазин одежда мебель обувь чего там только не было я не помню честно говоря название этого магазина но мне он очень нравился каждый вечер возвращаясь с работы я конечно же выходила из метро когда шла домой и сразу направлялась в этом магазин и я там просто наверное часами ходила смотрела одежду обувь для себя выбирала и почему-то мне там настолько все нравилось что я себе особенно одежда что я себе все время что-то новое покупала цены там надо сказать были очень дорогие но меня это не останавливало потому что я помню я ходила конечно же сразу мерить там были огромные примерочные по моему по 6 по 7 большие удобные такие зеркала на всю стену и вот я помню я что-нибудь одену смотрю в зеркало я такая стройная красивая прям помолодевшая так я себе нравлюсь думаю ну вот именно вот в этой юбке я наверное начну новую жизнь или вот в этой блузочки и я несмотря на цену высоченную я покупала и на следующий день все повторялось то же самое меня этот магазин тянул к себе как магнитом я опять что-то выбирала шла в эту шикарную примерочную вертелось там всяко и вы знаете вот этот это примерочная она даже повлияло на мою какую-то переоценку самой себя потому что я настолько там себе нравилось просто ним вам не передать ну и наверное вы поняли уже друзья что оказывается в этом магазине как впрочем наверное во многих других дорогих бутиках были установлены зеркала которые очень сильно стройнили человека стройнили фигуру и я уже знаете как тот хомяк каждый вечер покупала какую-то новую вещь и тащила ее бегом опять к себе но знаете я уже только потом узнала что оказывается вот прибегает вот к таким вот хитростям к таким уловкам продавцы в магазинах но вот раньше мне я была настолько наивная что ничего этого не знала не подозревала и не предполагала но хочу сказать знаете что что я никогда не жалела о том что я там покупала и о том что я столкнулась там с вот этими кривыми зеркалами я всегда была в себе не уверена масса комплексов а тут эти зеркала они как раз мне были настолько ко времени тогда чтобы как-то повысить уверенность в себе чтобы показалось на самом деле я самой себе симпатичной и мне это было необходимо я очень рада что иногда вот видите вот таким образом женщин обманывают и дают им уверенность не только то что они покупают там себе вещи но они выходят оттуда счастливые а ведь это очень многого стоит вот такие сегодня у меня друзья коротенькие истории для вас не очень веселые но наверное жизненные все таки а на этом друзья я с вами прощаюсь на сегодня всего вам доброго берегите себя всем пока